Колонию поселения в деревне Чудинова посетили члены общественной наблюдательной комиссии по контролю за правами человека в местах лишения свободы. Данная колония рассчитана на 119 впервые осужденных за преступления небольшой тяжести. Сейчас в ней 76. Содержится без охраны, свободно передвигается в пределах колонии, а с разрешения администрации и в пределах муниципального образования. Среди обсуждаемых вопросов трудоустройство заключенных. Членам общественной комиссии рассказали, что более половины сидельцев заняты делом. Среди них и Евгений Кострыкин. Он трудится в Визняковском хлебокомбинате. Каковы же условия труда и содержания? А также может ли колония исправить человека? Я думаю, что да. Она более исправляет и как бы улучшает человека, что он достоин большей и лучшей жизни, что не все потеряно и как бы относится как к человеку. Ко мне относится как к человеку. Я понимаю, что все может быть хорошо. Профессии можно овладеть и в колонии. В Чудиновской, например, можно получить образование по профессии овощевод. Среди тех, кто уже закончил обучение, Александр Комаров. Он не исключает, что новые знания помогут начать новую жизнь на свободе. В исправительное учреждение мне было предложено пройти обучение на овощевода. Я согласился. Обучение длилось два месяца. Мне объясняли все основы овощеводства. Это все моменты, как все правильно делать, как ухаживать за растениями. Кстати, в июне этого года на территории колонии установили три новые теплицы, в которых выращивают огурцы. Свежие овощи идут в рацион осужденных. Тепличное хозяйство планируют расширять, отметил начальник колонии. Мы планируем в порядке тонны огурцов собрать. Данную продукцию мы планируем в виде маринования, консервирования. Чувствовать свою нужность осужденным помогает не только работа, но и психологи. Они постоянно напоминают, что дома их любят и ждут. Есть человек, есть личность. У каждого из нас есть семья. У многих есть дети. Остаются дом без присмотра, без хозяина. Остаются детки, которые нуждаются в папе. В принципе, основная проблема – это то, что они скучают по дому. И, исходя из этого, происходит много, так скажем, недобрых дел, которые они совершают в этой жизни. То есть главная проблема все равно остается от семьи и детей. Среди нововведений – новое здание общежития. Инспекторы из общественной наблюдательной комиссии пообщались с осужденными и остались довольны увиденным и услышанным. Не было никаких вопросов, претензий и всего остального. Они как бы всем удовлетворены, что у них медики есть, питание есть, содержание их устраивает. Будет все нормально. По итогам инспекции и общественники, и сотрудники колонии сошлись во мнении, что главная задача подобных учреждений – не наказать, а исправлять. Алексей Домнин, Шестой канал.